ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусной заготовки сатэ из баклажанов повторяю их каждый год и они пользуются большой популярностью и у моей семьи и у моих близких и так давайте начнем приготовление я всех желаю удачи на кухне начинаю процесс со стерилизации баночек у меня вот кастрюлька сотейник посмотрите вода кипит и баночки опрокинула 700 граммовые и стерилизую их минут 7 10 итак я подготовила ингредиенты необходимые всегда закрываем на глаз но сегодня я вам хочу именно показать приблизительно какое количество я беру на сатэ из баклажанов значит баклажаны подготовили плодоножку удалили помыли кожицу снимать кожуру снимать не будем вот так их оставляем баклажан у нас 3 килограмма чеснок видите перцы острые по вкусу я взяла 3 но тоже по вкусу буду добавлять чеснока я взяла 160 грамм где-то это 20 зубчиков чеснока 20 25 зубчиков чеснока лук репчатый уже помыли почистили значит лука у меня около двух килограмм кило 800 моркови перца болгарского лука одинаковое количество кило 600 моркови кило 800 болгарского перца красного почему взяла красный у нас помидоры не очень яркие посмотрите поэтому красные перцы они дадут колоритный красивый цвет и помидоры мясистые вот такие три килограмма помидор значит помыли их почистили все хорошенечко сейчас освободим от пипочек вот этих плодоножки и будем пропускать через мясорубку отрезаем язычка где-то толщиной полтора сантиметра отправляем большую емкость и сейчас будем присаливать для такого блюда для такого сатэ баклажаны нужно выбирать темного цвета и чтобы зерен не так много было мясистые вот такие видите тогда очень хорошо получается вот так вот нарезаем и слоями слоями сейчас будем присаливать чтобы баклажаны отдали горечь отдали сок вот так солим и сейчас следующую партию баклажанчиков эти уже пока пустят сок все нарезали и вот сейчас присаливаем и оставляем на минут сорок чтобы испустила сок отрезаем плодоножку и чтобы удобно было пропускать через мясорубку все нарезали и сейчас пропускаем через мясорубку нарезаем кубиками лук готов и сейчас будем его обжаривать на растительном масле морковку натираем на крупной терке лук будем обжаривать отдельно большую емкость выливаю масло лук все впитает я все в инфобоксе укажу что сколько прокаливаем масло немножко и начинаем обжаривать лук до золотистого цвета большой сотейник наливаю растительное масло все делаем по вкусу и лук и морковь очень хорошо впитывают растительное масло здесь у меня улучшается и здесь сейчас я добавлю морковку морковку я натерла на крупной терке можно брусочками нарезать вот посмотрите морковка ужарилась она такая томленая получилась у нас она практически уже полу готова лучок тоже поджарился и сейчас мы все вместе соединить и отдельно будем обжаривать перец болгарский и сейчас всю морковку отправляем к луку и будем обжаривать еще где-то минут 10 морковь как раз придаст нашему сотей и сладость и красивый цвет и будет состав тоже концентрированный поэтому морковочка посмотрите она еще зажелируется когда закроются банки и просто будет красота они закуска и так у нас все уже готово лук и морковь готовы абсолютно вот посмотрите масло какое желтое красивое получается так все продолжаем дальше баклажаны дали сок и мы сейчас их отжимаем и в отдельную емкость посмотрите сколько сока помидоры прокрутили через мясорубку с кожурой вместе посмотрите какая красивая масса у нас получилось сюда же добавили два красных острых перчика тоже пропустили через мясорубку сейчас будем уваривать в кастрюле и видите красные перцы сладкие болгарские перцы нарезали вот такими вот брусочками сейчас будем отдельно обжаривать их и сейчас на сковороде будем обжаривать баклажан на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон баклажаны конечно же можно и в духовке потушить запечь у меня на канале есть видео где я готовлю баклажаны именно в духовке здесь они могут брызгать поэтому обязательно обмакнуть нужно их полотенцем бумажным обжариваем с обеих сторон на среднем огне сейчас будем уваривать томаты чтобы немножко сок уварился и потом уже будем добавлять все остальное посмотрите вот так баклажан должен выглядеть он мягкий и с обеих сторон золотистый баклажаны можно нарезать кругляшками можно брусочками моя семья любит язычками вот такими вот удлиненными дольками сковородку с толстым дном я выливаю растительное масло по вкусу будем обжаривать перцы болгарские пусть минут 10-15 потомятся отдадут влагу они нам нужны в меру томленные и концентрированные перец болгарский уже до полу готовности готов нам его тоже пережаривать не нужно он влагу отдал и вот посмотрите уже видно что масло все отлично выключаем его он еще будет томиться в помидорах костюль у меня стоит на среднем огне я добавила еще три килограмма помидор в целом 6 килограмм помидор получается измельчим чеснок так легче будет нарезать большим ножом придавливаем зубчик чеснока и нарезаем мелко а потом этим тяжелым ножом буду рубить вот так мелко нарезали достаточно вот обратите внимание у нас помидоры уварились вот так у нас в кастрюле было и сейчас посмотрите уже более концентрированной стала масса и сейчас сюда же мы добавляем морковку и лук сейчас сюда же добавляем перцы болгарские к вкуснятина у нас будет теперь баклажаны жареные вот так вот прям язычками и сейчас все вот так хорошенечко погружаем кастрюлю и минут 40 у нас вот так будет 40 50 на среднем огне вариться соль перец все будем добавлять по вкусу я сейчас немножко присолю если закрываем на зиму то немножко должна быть масса это солоновата все пусть уваривается я еще буду добавлять 4 перца и сейчас я буду перемалывать чеснок у меня тоже уже готов я его мелко порубила мы его будем добавлять за 10 минут до готовности нашей массы вы посмотрите какая она уже красивая очень вкусная заготовка всем настоятельно рекомендую эту вкуснятину приготовить вы будете в восторге вот у нас посмотрите уже прошло 35 минут как выглядит еще буквально минут 5 и уже будем добавлять чеснок будем добавлять перец молотый и соль и сейчас на этом этапе добавляем еще немного соли солим по вкусу добавляем молотый перец 4 перца тоже по вкусу я добавляю где-то 2 чайные ложечки сюда же добавляю весь чеснок и сюда же добавляю 50 мл 9 процентного уксуса и одну столовую ложечку уксусной кислоты эссенции 70 процентную все хорошенько перемешиваем и еще 10 минут итак у нас все готово я кипятком обдала хорошенечко и прокипятила половник посмотрите вот у нас что получилось и мы сейчас будем заполнять банки видите крышечки я прокипятила хорошенечко в кипятке так устанавливаем приспособление и закладываем банки прям вот по горлышку стараемся так чтобы у нас здесь не было жира чтобы банка закрывалась беспрепятственно накрываем крышкой и сразу закатываем и закрываем два раза прокручиваем проверяем что все было сухо вот так у нас все великолепно и сейчас в одеяло не переворачиваем прям вот так вот устанавливаем и три дня в теплом одеяле при комнатной температуре у меня получилось 14 700 граммовых банок это заготовка большой популярностью пользуется у моей семьи у моих близких всем настоятельно рекомендую их приготовить зимой и осенью это просто находка и так дорогие друзья если вам понравилось мое видео ставьте лайк поддержите наш канал лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими подписывайтесь на канал если вы еще не подписались потому что ваша подписка лайки и комментарии это для меня самая большая мотивация и воодушевление нажимайте на колокольчик справа чтобы не пропускать выход нового видео я желаю вам всего самого наилучшего здоровья и до новых встреч на канале вкусная еда с хадичей пока пока друзья